Музыка Хороший перспективный тяжеловес, молодой еще Уверенно дошел до полуфинала И выходит против него Давид Чалаян из Армении В Красном углу ринге Лазизбек Моложенов, Узбекистан Игорь Лазизбек Моложенов, Узбекистан В синему ринге Давид Чалаян, Армения Весовая категория свыше 91 килограмма Второй полуфинальный бой Так определяется соперник Тетерина по финалу Чалаян начинает со своих атак Со средней дистанции Неплохая серия Моложенов Пытается ответить Неплохо сейчас перекрылся Отзащищался корпусом Выбросил встречный удар Да, хороший тайм для тяжеловесов С первых же секунд Поединка Вы слышите, как болеет зал, да? Хватает пальчиков и у того и у другого Стоп! Стоп! Выше голову Команда рефери Поехали! Хорошо корпусом защищается Моложенов Моложенков Прикору Собирает Убирал голову сейчас Воложенов. Если удары пришлись по цели, то так скользнули скорее. Но по-прежнему очень плотный бой. Много ударов выбрасывается. Остановок немного. И со взаимными шансами такими проходит пока поединок. Последняя секунда. Убирал голову сейчас Воложенов. Узбекистан. Боксер 99-го года рождения. Боксом занимается 10 лет. Калибровой 125 поезд. Калибинка Калибинка. 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 Давайте смотреть второй раунд. Первый получился близким. Трудно было так кому-то отдать предпочтение. Актиндов встречает сейчас соперника Чалаян. Но продолжает свою атаку Малозонов. По корпусу провел короткую серию Чалаян. Предпочтает все-таки серийные атаки боксеры из Армении. Но одиночные удары от соперника судьи тоже, безусловно, считают. Они довольно неприятные. Хорошо сейчас снова. А тут провалил Чалаян Владисбека. И снова пытается опередить его своей комбинацией. Еще раз скажу, темп высокий. Бой очень плотный. Хватит ли сил на финальный раунд бойцам? Данил с левой боковой до цели. А он левша. Я имею в виду Малозонову. Золнистова поддерживает бойцов. Заканчивается и второй раз. Такой же обоюдоострый. Но, может быть, чуть-чуть лучше смотрелся боксер из Армении за счет своих серийных атак. Более комбинационных действий. Все, раунд закончен. Альбина и червейн? Этот голос поднял? Это вера? Милам. Эти? Горрес .. Эти? Этот голос стал виноватым. Эти? 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 Вот так вот подразднил соперника Чалаян. Насколько я понял, ему говорят ударил и продолжает. Вы можете ошибаться. Неплохо сейчас защищаются. Ладизбек перехватывает атаку. Ладизбек перехватывает. Не бить по затылку. Правильно. Рефери вовремя делает замечание. Хорошо сейчас провалил, развернулся Ладизбек. И провел свою контратаку, весьма результативную. Чалаян устал, мне кажется, больше. Но он диктовал высокий темп постоянно. Полторы минуты. Еще много. Еще много может всего произойти. Чалаян бросает взгляд в свой угол, как бы спрашивая у секундантов, что ему делать дальше. Ладизбек. Ладизбек. Достойные друг друга бойцы, конечно. Пропускает два удара. Ладизбек. Ладизбек. Одним отвечает. Да, молодцы. Показали высочайший темп. Очень плотный бой. Достойные, еще раз скажу, друг другу соперники. Но дальше пройдет и попадет в финал только один из них. И через несколько секунд мы об этом узнаем. Бой заканчивается. Все силы оставили в ринге. Боксеры. Стоит их стоит похвалить. Вообще, похвалы достойного. Ладизбек, вы слышите, скандируют болельщики. Боксеры из Узбекистана. Вот они в кадре. Как всегда, с флагом страны. Итак, кто станет соперником Святослава Тетерина? Ни с тем, ни с другим простого боя у Тетерина не получится. Да. Суды предпочли Ладизбека Маложенова. Трудно в непростом поединке. Он проходит в финал. И завтра будет драться со Святославом Тетериным. Вот такими получились сегодняшние полуфиналы, друзья. А на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Я, Борис Крепко, с вами прощаюсь. Смотрите завтра в финалы. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И на программа.